Сегодня я вам расскажу про новый продукт, который появился в бусе несколько месяцев всего назад, но в облаке Bittrex 24 мы его уже достаточно давно тестировали, пользовали, разрабатывали. И вот он пришел в бус, и сегодня я хочу вам рассказать, зачем он нужен, как с ним жить, ну и как делать сайты по-новому. Давайте для начала запустим видео. Как это выглядит интерфейс? Я хочу, чтобы посмотрели на видео, чтобы те, кто не знаком с этим продуктом, понимали, о чем дальше идет речь. То есть это блочный конструктор для создания сайтов неподготовленными пользователями для этой цели. Любой может зайти, накидать блочков, изменить контент у них, поменять картинки. Сейчас минутку посмотрим, что у вас было представление тех, кто не сталкивался еще с ним. То есть все редактируется как в такой форме, открывающейся для одного блока. Это выбор картинок. Кстати, сюда тоже, возможно, будет встройка. Сергей про это еще не знает. То есть можно будет добавлять свои библиотеки. Например, с диска Bittrex 24 или с какого-то фотобанка своего. То есть вы можете тоже предлагать это клиентам. Блоки можно перемещать, сортировать, добавлять новые блоки. У них есть… У блоков есть также такое понятие, как карточки. Это вот сейчас отобразится на этом кадре. Можно дизайнить, изменять шрифты, цвет, добавлять новые блоки, карточки внутри блока. Но об этом все подробно. То есть я вам расскажу, как с этим работать с точки зрения разработчика. Сразу хочу упомянуть, то, что здесь будет озвучиваться, это уже все есть в документации, кроме чего-то нового, что будет во второй половине презентации, то, что еще не вышло. Но как только оно выйдет, оно сразу же появится в документации. Поэтому смысл как-то запоминать все, делать фотографии и потом смотреть документацию. Презентацию нет. Это как бы все есть в документации. Сделаю небольшой экскурс, как все это начиналось, как это все создавалось, как это все устроено для тех, кто, возможно, не слышал предыдущие серии. Основная идея, которая была заложена в продукт, это идея простоты. То есть что это значит? Это что сайты должны были получиться простыми даже для неподготовленного пользователя. То есть чтобы домохозяйка могла прийти, создать сайт, без понимания, что это такое внутренний, как это устроено. Просто накидал блоков, добавил контент и опубликовал в соцсети ссылочку на твой сайт, где представлена информация о тебе или о твоем продукте. И эту идею хотелось также продвигать еще и для разработчиков. То есть чтобы можно было легко и просто создавать с точки зрения разработчика блоки, создавать сайты, управлять ими, тиражировать решения. И эту идею мы делали дальше. То есть в чем суть? Чтобы нам хотелось прийти к тому, чтобы работать с продуктом как разработчик, вам не нужно было изучать тонны документации, понимать, как это все устроено. Это вам просто не нужно. То есть максимальной простоты хотелось добиться. Надеюсь, у нас это получилось и будет продолжать получаться. Немножко по архитектуре, как это все устроено. То есть страница содержится в сайтах. Сайты – это, собственно, то, что отображается… Ну, то, что доменное имя. И каждая страница состоит из блочков, то есть каждый блок. Мы сейчас подробнее разберем, что это значит. Каждый блок находится на странице, а в свою очередь находится на сайте. Так все линейно устроено, все очень просто, как два пальца. Так как, повторюсь, мы говорим про бус, поэтому как это устроено и работает в облаке, мы тут затрагиваться, останавливаться не будем. Рест разбираться не будем. Расскажу, как это хранится все в коробке. Когда мы решали, что же будет блоком, в техническом плане, как это будет называться, где это будет храниться, первая идея была, которая сразу была, впрочем, отметена, это что-то похожее на компоненты. Мол, давайте сделаем это компонентами. То есть один блок, один компонент, но непонятно тогда, что с этим делать потом. То есть это же будет постоянно захламляться, расширяться, потому что у блока отсутствует как таковой класс логики. То есть у него нет никакой логики, это просто шаблон. То есть делать пустышки компоненты с кучей шаблонов, как-то бредово. Поэтому мы решили создать новую сущность, назвать ее blocks. И они будут храниться по аналогии с компонентами. То есть это папочка bitrix.blogs. Там хранятся ваши неймспейсы, в том числе системные пространства bitrix, могут лежать ваши. Кроме одного нюанса, что блоки bitrix сейчас затягиваются с облака, а на диске у вас хранятся просто для ознакомления. То есть они никак не влияют на репозиторий, который открывается при клике на добавить новый блок. Внутренний блок устроен очень просто и очень похож на компонент. То есть у него также есть файл манифеста description.php, файл, собственно, самого блока, блок.php, и картинка – это как выглядит блок при добавлении его на страницу, чтобы пользователь видел, когда выбирает его из каталога. В чем идея для пользователя, в чем идея простоты этого? Вам не нужно бояться плодить блоки. То есть именно из этой позиции и была придумана новая папка хранения, новая сущность. То есть если блок состоит из трех карточек, это может быть один блоком. Блок состоит из десяти карточек, хотя карточки абсолютно похожи, это может быть уже совершенно другим блоком. Потому что пользователь всегда ищет позиции четких запросов. То есть он всегда будет искать блок с множеством колонок, например. И он просто не догадается, что он может взять блок из трех колонок и сделать из него десять. Пример, конечно, упрощенный, но принцип тот. То есть их может быть достаточно много, отличаться не могут некоторыми только частями. Содержимое блок PHP – это всегда, ну не всегда, дальше сейчас пойдем, это кусок HTML-кода. То есть по сути это то, что будет добавляться в ячейку базы данных, когда блок будет добавляться на страницу. То есть как только его добавили, в табличке блоков появилась новая запись, туда будет скопирован этот код. В дальнейшем, когда этот код изменяется пользователем, например, изменяется контент, изменяются стили, визуальные какие-то отступы добавляются и так далее, это меняется уже непосредственно в базе данных, копия данного блока. В самом манифесте ничего, конечно, не меняется. То есть все просто, никакого кода, вот старый добрый темплейт, компонент, но без всяких вкорблений PHP-кода. Рядом также могут находиться файлы script.js и style.ss, которые выполняют свои функции. Ну, например, какая-то логика на скрипте и стилевые уточнения конкретного блока, так как он может быть не только там голый bootstrap, например. Файл манифеста description.php в самом простом варианте может содержать только название блока и все. То есть в этом случае он попадет в секцию другое, ну, в категории блоков. Все другие ключи, мы сейчас пробежимся по ним, но они могут отсутствовать. То есть, например, это может быть блок какой-то, блок счетчик, блок аналитики, блок какого-то вашего фрейма или еще чего-то, чему не требуется абсолютно какое-то изменение от пользователя. Но чаще всего, конечно, блок нужно как-то менять пользователю, и поэтому мы описываем все это в манифесте. Ну, например, если у блока есть карточки, это, например, список сотрудников, список новостей, ну, новостей в плане раз в год добавили что-то новое, да, карточку. Эта карточка, это повторяемый контент, размечается следующим образом, как показано на экране, то есть пример в коде и пример в манифесте. Мы просто говорим, что данный селектор, всем знакомый, тут ничего нового нет, да, точка класс, будет теперь карточкой. Это упрощенное создание карточки, так можно, так там есть дополнительные какие-то параметры, в документе, в документации все это описано. Есть изменяемые области, то есть мы можем сказать, что данный заголовок, например, может изменяться пользователем. Можем не говорить, что какая-то часть блока, например, ваш копирайт, как разработчика, не может меняться конечным пользователем. Причем не может меняться не только в понимании интерфейса, то есть у него будут отсутствовать соответствующие возможности изменения, но и контролируется на уровне доступа через API модуля. То есть если злонамеренный пользователь как-то захочет подтасовать селекторы и направить на изменение совершенно другое, которое ему нельзя менять, то система не даст отклонить такое изменение. То есть все строго регламентируется манифестом. Есть стилизируемые области, то есть поменять цвет заголовка, поменять фон блока, добавить отступы и так далее. То есть это все описывается на уровне манифеста стилей. Тут тот же самый принцип. То, что вы разрешили менять, будет меняться. Например, если вы разрешили менять заголовок, то пользователь сможет поменять у него шрифт, поменять цвет, добавить тень, что-то еще. То есть то, что можно делать с типографикой. Есть также хранители данных. Это атрибуты. Это дата-атрибуты. Например, нужны для какой-то джаваскриптовой логики. Например, счетчики, где хранить начальное значение даты. Или для каких-то стилевых изменений. Например, третью колонку как-то выделить. То есть все это решается атрибутами. Для пользователя это превращается в интерфейсы. Там всякие чекбоксы, списки, строки ввода и так далее. Едем дальше. В коробке вы, конечно, можете внутрь блока вставить простейший компонент. Может быть не простейший. Можете вставить корзину. Так у нас сейчас магазины, собственно, и работают. Там было добавлено 3 или 4 блока, внутри которых лежат обычные компоненты буса. То есть это список товаров, деталка товара, корзина оформления, персональный раздел. По сути все. Таким образом, просто добавив в блок какой-то компонент, мы добавляем небольшой динамики в этот блок. Встает вопрос, как пользователь сможет управлять этим компонентом, то есть его настраивать. Например, если это был бы список новостей, как получить старые добрые настройки компонента. И тут небольшое лирическое отступление про ту первую идею, про ту первую идею простоты, которая была на первом слайде. Что мы бы хотели в этом продукте продолжать этот простой подход. То есть если вспомнить, как эволюционировал Bittrex, самых первых его версий. Сначала появился, например, список новостей, 3-4 настройки, потом пользователи хотели больше, больше, настроек добавлялось все больше. Всякие галочки, чекбоксы, выпадашки. И сейчас, чтобы поменять что-то в бусе, добавить какое-то отображение каталога как-то иначе, или как-то его настроить, фильтрацию, то порой администратор магазина уже с этим не может справиться. Он просто не знает, есть для этого настройка или нет. Он уже зовет разработчика. Мол, мне здесь что-то нужно поменять. Что уж говорить о домохозяйке, который хочет вывести список новостей, или какой-нибудь HR хочет вывести список вакансий. Он просто не понимает, что нужно взять список элементов и просто добавить источник, чтобы выводился список вакансий, например. Задача разработчиков блоков сайтов 24 в том, чтобы скрывать внутри все вот эти связи. То есть список элементов перевращать в блоки список вакансий, список новостей, список там, не знаю, чего-то еще. Все вот это хитрые связи с самим ядром буса скрывать внутри, а пользователю отдавать наружу только необходимые конкретному пользователю поля настройки. Ну, например, количество. Делается это следующим образом. То есть в том же самом манифесте, если внутри блока присутствует компонент, мы указываем, что, мол, такие-то поля разрешаются к редактированию, никакие больше. Причем, опять же, это отслеживается на уровне системы. Если пользователь подтасовывает, пытается изменить какой-то другой параметр, например, источник данных, то система ему это не разрешит, так как в манифесте это не допускается к изменению. Ну, то есть суть в чем? Мы берем компонент списка элементов инфоблока, зашиваем в нем определенные параметры и даем изменять, например, только количество элементов на странице и называем его, например, список вакансий или список новостей. Все. Блок простой, блок понятен пользователю, он понимает, что он делает, и он не гадает, как с ним управляться. То есть если ему понадобится потом блок список акций, то это уже совершенно другая логика, хотя логика для него, хотя внутри это будет все то же самое, изменяется только источник. Интерфейс на это превратится все в те же поля списки, текстовые поля, галочки и прочее. То есть как бы визуально такой манифест превращается в форму редактирования. Естественно, вам, как разработчику, никто не мешает работать с HTML блока напрямую, то есть, например, зайти в базу данных, изменить поле, изменить ноду и его сохранить. Но это все-таки может идти в разрез с манифестом, и блок окажется абсолютно неработоспособным. Итак, небольшая заметка на полях. После того, как вы добавили блок, в случае коробки, или изменили какие-то манифесты, такие важные моменты, для надежности стоит зайти, сбросить кэш такой командой, либо через административный интерфейс на странице сброса кэша. Это чтобы не было вопросов, я добавил блок, он не появляется у меня. Ну, это все лирика. Я объяснил, как это все внутри работает, а как нам создать полноценный сайт? И, собственно, зачем оно надо? Тут ключевой ответ на вопрос сегодняшней встречи. Вот вы задаете вопрос, зачем это, собственно, надо, чем это отличается от текущего буса, как это продавать клиентам, как с этим жить, и как нам вообще перевести наш супермагазин, нашего гипермаркета на сайте 24. Вот на все эти вопросы сейчас понемногу отвечу. Прежде всего стоит понимать, что сайты 24 – это простота и гибкость. То есть нет смысла переводить какой-то высокоинтерактивный сайт гипермаркета на сайты 24, просто потому что это бессмысленно. Это большая махина, это монстр, и смысла в этом нет. Но в то же время вы можете для сайта вот этого гипермаркета создавать небольшие сайтики, например, это какой-то лендинг пейдж или выделение бренда, например, определенный список товаров. Маркетологи, контентщики хотят поиграться на праздники или какие-то акции провести, скидочные товары. То есть что-то такое маленькое из двух-трех страниц, не обладающее такой уж большой логикой. Вот под все вот эти задачи как раз идеально подходят сайты 24. Причем если вы дадите им необходимый набор, как в случае тиражного решения, так и в случае точечных клиентов, ну в смысле индивидуальные заказы какие-то, вы избавитесь от таких задач, когда там к вам обращается, не знаю, какой-нибудь маркетолог, SEOшник и говорит, слушай, у нас тут рекламная кампания началась, можно здесь там кнопочку изменить, а вот здесь этот блок переместить там чуть повыше, а здесь справа еще колоночку добавить и все, и он убирает разработчика и тот выпадает на два дня из процесса для основного сайта. То есть основной сайт стоит только потому, что маркетолог решил забрать разработчика на пару дней, так как у него, видите, идет акция. Когда вы даете ему в руки сайт 24, все, он может управлять им сам, делать что угодно. Причем сломать ему его вряд ли получится. Вариант первый. Как создать отдельный сайт в тиражном решении или индивидуально, это зайти на сайт поставщика нашего шаблона, наших шаблонов, наших блоков, Unify и натыкать кучу всяких блоков, которых даже у нас нет и в помине. То есть как мы создавали наши шаблоны текущие, вот эти тематические сайты бухгалтерии, сайты строительства и так далее, дизайнер нам сел, набросал скетчи, как это должно выглядеть, что, мол, здесь блок слайдер, здесь там блок новостей, здесь блок меню. И все, потом ребята-верстальщики шли, тыкали с этого сайта блоки, немного изменяли их по верстке и собирали решение. Что? Атырили. Да, копировали код, вставляли, как это делать вы уже знаете, и все, так собирали собственно решение. Но для создания, сколько у нас сейчас шаблонов? Около 50. Для 50 шаблонов нам потребовалось там в районе 100 блоков всего. Ну, резонный вопрос. Это все здорово, но у меня свой шаблон или у нас свой верстальщик, который сверстает то, что ему нарисует наш дизайнер. Ваш Unify нами интересен, ну и это достаточно может быть сложно. Из разрозненных блоков, без понимания общей картины, собрать сайт, как, что, где, что будет шапкой, что будет подвалом. И этот вопрос тоже решается. То есть вот есть самый обычный сайт, самый обычный шаблон. Причем прежде чем, ну, перед началом подготовки к этой презентации, я специально взял наугад шаблон и попробовал его интегрировать. То есть получится ли это, не будет ли каких-то косяков и взлетит ли система. Все действительно заработало, кроме двух нюансов. Точнее, эти два нюанса основополагающие в том, чтобы у вас все получилось. Первое. Эта верстка должна быть на Bootstrap 4. Bootstrap 3 не даем гарантии никаких, лучше Bootstrap 4. И второй момент. Это именно блочный код. Блочный не в том понимании, что там дивчики, например, один слева, другой справа или там две колонки. А это именно вот в том виде, в каком это показано на скриншоте. То есть это куча таких вот, в данном случае section. В наших блоках тоже section, обрамляющий для каждого блока. И внутри них уже идет это содержимое. То есть, например, если это карточка товара или список товаров, то вот список товаров – это все один блок. То есть он должен располагаться внутри одной section. Если это деталка, это тоже один section. И так далее. То есть тут нет… То есть это как бы логично с точки зрения пользователя, с точки зрения технологии. Сама карточка внутри себя может содержать, конечно, куча других дивов, но для нас одна карточка – один блок. То есть автомарность соблюдена. Это важный момент. Сразу оговорочка. Все, что сейчас уже дальше идет, этого пока еще нет. Это выходит только в декабре 2018 года. И сразу будет доступно в документации. Только для коробки в том понимании, что пока создать шаблон, вот то, что мы сейчас рассмотрим, есть возможность только в коробке. То есть свою полностью верстку внедрить. Для облака такое в планах будет, но пока этого нет. Но по крайней мере в декабре 2018 года не появится. Итак, как нам это сделать? Ну прежде всего нам нужно добавить сайт. То есть заходим в сайты 24, добавляем сайт по правилам самого буса. То есть как вы умеете, например, на отдельном поддомене или там в папочке основного сайта. Это то, про что я говорил. Создание отдельного брендированного какого-то сайтика у какого-то крупного гипермаркета. Или это может быть вообще установлена отдельная установка, где сам сайт и будет сайтом 24. Это как создавать, как тиражировать. Это уже ваше решение, ваши идеи. Потом в настройках самого модуля сайта 24 прописываем, что для данного сайта будет подключаться совершенно другой шаблон. Ну какой-то ваш, например, демо 24. Причем вы этот шаблон создаете, но не спешите пока его еще превращать в шаблон boost, так как вы привыкли раньше. То есть добавлять там всякие шапки, подвалы и прочее. То есть ничего этого пока нет, даже еще пока шаблона нет. Вы просто пишите в настройках модуля, какой шаблон это будет. И также создаете пустышку шаблона. То есть это папка в директории Bittrex Templates. То есть пока туда ничего не добавляете, она просто пустая. Здесь ее прописываете. Туда кидаете вот такой вот магический файлик, подробнее в документации, но он должен присутствовать. Он выполняет ряд магических ритуалов, в которые можно вникать, можно не вникать. Единственное, что хочу обратить внимание, это вторая стрелочка запрет показа системных блоков. Что это значит? Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что если верстка ваша, и даже на Bootstrap 4, как и наши блоки, но вполне возможно, что в ваших стилях, в ваших тонах наши блоки просто не заработают. Они будут выглядеть некрасиво. И у конечного пользователя, то есть у вашего маркетолога, возникнет вопрос, почему я стандартный блок добавляю от Bittrex, он выглядит коряво. Иди поправь мне. То есть чтобы у него таких вопросов не было, мы просто их убираем. Далее возвращаемся к шаблону. Скопировать файлы header и footer с родительского шаблона landing24. Без вопросов, просто копируем. Дополняем их стилями. То есть не нужно никакой в них верстки добавлять, как мы все привыкли в Boost. Не будет никакого визуального общего элемента, например, общей шапки или общего подвала. Этого ничего нет. То есть могут быть какие-то скрытые коды, например, какие-то счетчики вставлены и так далее. Но это уже вам решать. Но визуально шаблон должен быть пустым. Пустая шапка, пустой подвал. Остальное, идея дальнейшего в том, что все остальное нарезается именно блоками. То есть вся верстка у вас будет чисто по блокам. Собственно, дальше идет нарезка. Это уже скриншот с внедрением того шаблончика. То есть я взял последние постики блоков, скопипастил просто в блок и добавил, для примера, одну ноду в манифест. Все, сразу появилась возможность это все редактировать, всем этим управлять. Так выглядел репозиторий. Так как я скрыл стандартные блоки Битрикса, то они все ушли, добавились мои категории. Ну и я их назвал так, как было бы понятно, например, моему марки, то у вас было бы как-то по-другому, возможно. Вы можете как-то их называть, вы можете добавлять картинки, можете не добавлять картинки. Если цель сделать все быстро, то можно сделать вот так. Причем я очень жду, когда Сергей наконец-то кого-то найдет, кто сделает автоматизатор такой нарезки. То есть чтобы мы ему скормили шаблон, он все эти блоки быстренько нарезал, пробежался по всем нодам, проставил соответствующие ссылки в манифесте, чтобы это все заработало. То есть теоретически можно автоматизировать до такой степени, что вам верстальщик дает шаблон, вы его натравливаете какой-то махине, она нарезает блоки, вам остается только пройти их и назвать. А так без такой автоматизации это достаточно рутинная работа. Но заметьте, пока что на данный момент привлекать разработчика даже не требуется. Все это может делать верстальщик. То есть ему просто говоришь, что все окей, когда ты сверстал, ты просто разрезаешь и складируешь туда. То есть пока мы никакого кода даже не писали. Пока что простота соблюдена. Этот кадр немножко раньше надо было показать, конечно. Но суть в том, что если бы я нарезал блоки, я бы сделал это так. То есть верхнюю синюю я бы вообще выкинул, потому что в нашем случае она не нужна. У нас отсутствует на простом сайте логин регистрации. Далее меню, шапка, собственно список товаров и какие-то, например, агенты. А, да, про идею этого сайта забыл упомянуть, чтобы конкретный кейс рассматривать. Например, есть супер-мега-сайт недвижимости, который продает по всей стране. У него филиалы в каждом городе. Он также продает еще и загородную, и также зарубежную недвижимость. И у маркетологов этого сайта возникла идея. А давайте поэкспериментируем с определенной страной, попробуем продавать недвижку там. Но чтобы никак с нами не пересекалось, мы хотим на отдельной всего волне это все продвинуть. Давайте сделаем просто отдельный сайт. Ну и желательно быстренько запустить, чтобы просто проэкспериментировать. Или там сроки поджимают. И вот чтобы не убирать, не отвлекать разработчика основного сайта от его задач, чтобы он продолжал развивать основной сайт, было решено сделать вот его на сайтах 24 так просто и быстро. Все. Далее я вам проговорил наши шаги. То есть что мы имеем на данный момент? Верстку Bootstrap 4, нарезанные блоки, добавленные в репозиторию. Можно сказать маркетологу, иди, теперь создавай. Ну и накидать какие-то ему начальные страницы. То есть он может менять блоки местами, создавать отдельно новые страницы, где у него будут совершенно новые представления из уже имеющихся блоков. Причем он может менять, в том числе и добавлять сайт бары. Уже не будет больше вот этой задачки, когда он, слушай, мне тут надо справа колонку добавить, потому что там надо добавить баннер. Или добавить шапку и подвал общую для всех страниц. Он все это сможет делать сам. Просто потому, что каждая из областей при изменении настройки в странице или в сайте, это тоже отдельная страничка. То есть на нее также просто добавляются блоки. То есть архитектурно все то же самое. То есть даже если он сломает, это только потому, что он, например, в сайт бар запихал блок, который не может быть в сайт баре. Но он просто возьмет, отменит эту область и все вернется назад. То есть ему не придется лезть в шаблоны битрикса, изменять какую-то колонку, что-то добавлять. Он никак не пересекается с кодами. С кодами ничего сломать не может. Причем, опять же, замечу, до сих пор всем этим может, все это может делать верстальщик. То есть основной разработчик не привлекается. Прекрасно. Но мы-то делаем сайт как продолжение нашего основного. И нам бы хотелось, чтобы хотя бы выводились хотя бы предложения по недвижимости с основного сайта. Тут, конечно, можно сказать маркетологу, ну ты берешь блок и там меняешь картинки, названия и вот вручную, да, все делаешь постоянно. То есть что-то изменилось в основном, тут заходишь, меняешь. Но, скорее всего, он очень удивится и очень разозлится. Поэтому хотелось бы это одинамичить. Какие тут у нас есть варианты? Ну из того, что я рассказал, и что есть на данный момент, можно просто вставить компонент внутрь блока и научить его питаться с основного сайта. Но это уже задача самого буса, задача уже основного разработчика и соответствующие какие-то проблемы. То есть опять же, если там разработчику, маркетологу придет идея что-то добавить, например, чуть-чуть красненького, то есть опять привлекать разработчика, опять его отвлекать. Поэтому появилась идея реализовать второй вариант. А давайте будем использовать все тот же HTML, те же блоки, но просто научим их работать динамически. То есть просто будем говорить, что вы теперь берете данные с основного сайта, с основного инфоблока. Решается это достаточно просто. Просто расширяем манифест этого блока. То есть мы взяли вот этот блок предложений, который я вам показал, превратили его в HTML и сейчас мы работаем с его манифестом. И даже до сего момента мы еще ни разу не звали нашего разработчика. Это все делает верстальщик. Мы просто указываем, первая стрелка, что это теперь под тип динамик, что он будет работать динамически. Мы указываем его тип. В данном случае это список, лист, может быть еще и detail. Это, например, какая-то карточка. Пока что два типа. В планах еще сделать форм. Это, собственно, когда интерактив, когда вводные данные какие-то от пользователя есть. Например, подписка или заполнение какой-то формы, заявка. То есть в том случае, когда не используются какие-то сторонние формы. Причем тип detail довольно условное понятие. То есть что такое? Это не просто карточка товара. Это когда один элемент. Например, это может быть случайный какой-то, не знаю, случайный отзыв клиентов. То есть это тоже карточка, потому что это один элемент. Далее. В случае, когда мы создаем блок список, мы еще указываем, что, мол, определенные карточки, а так как это список карточки должны быть, теперь динамические. Ну, например, по определенному селектору говорим, что данный селектор будет динамическим. То есть все эти карточки будут создаваться теперь с какого-то источника. Источник выбирает два варианта. Либо зашивает внутрь манифеста сам разработчик и говорит, что это всегда будет питаться теперь с такого-то инфоблока. Либо, если это не указывать, как в данном случае, то привязку выполняет сам пользователь после того, как добавит блок. То есть в данном случае он выбирает инфоблок не в движимость, выбирает конкретный раздел. Более широкие фильтры пока отсутствуют. Ну, например, сделать выборку по бренду какому-то или по типу. Но это будет расширяться. То есть, скорее всего, мы здесь добавим какой-то общий фильтр. Где-то можно будет уже как угодно каждый блок настраивать. Но пока это в таком простеньком варианте запущено. Отлично. Теперь каким-то магическим образом работает. Блоки выводятся. Но как сказать системе, что, мол, по данному селектору нужно выводить название элемента, в данном селекторе нужно выводить картинку элемента. Делается это следующим образом. Мы дополняем наши ноды соответствующими динамическими значениями по шаблону. Мол, ты теперь ссылка будешь по такому-то шаблону заполняться, а ты, там, картинка будешь по такому-то шаблону заполняться. Тут нам всем знакомые маркеры. Это с буса. Как они прилетают, они сразу туда заполняются и выводятся. Это вот про тот самый селектор. В данном случае заголовок. Будет у нас как раз вот эта первая ссылка. Это у нас будет, точнее, первый блок. Это будет ссылкой. Он будет заполняться по данному формату. Причем какие-то ноды вы можете не указывать, что они будут динамически. Например, какое-то описание списка предложений в шапке блока, например. И тогда редактор сможет на одной странице блок назвать, в смысле, описать блок так, на другой иначе. То есть то, что часто просит SEO, например, на главный у нас блок будет выводиться вообще без описания, а на внутренний там какой-то SEO-текст. Вот теперь это решается таким образом. Естественно, все это можно стилизовать. То есть идеально в том случае, когда маркетолог захотел увеличить SEO-шник, неважно кто из них, захотели увеличить стили, например, и причем только вторую карточку выделить, сделать красненькой, а первую сделать зелененькой. Все, они это могут теперь делать сами. Если вы прописали это в манифесте, они не будут вас звать. Еще раз подчеркну, все до сих пор делает еще верстальщик. То есть основной разработчик до сих пор не привлекается. Так, про частичную динамику упомянул. Поля всем известны. И поддерживается также постраничка. Ну в том случае, если вы добавили просто маркер. Ну то есть в определенном месте вы считаете, что здесь будет постраничка, вы указываете маркер, и постраничка там выводится. Если маркера нет, то и блок будет, например, последние 10 предложений. Это краткое резюме о минусах. Пока что в таких шаблончиках не поддерживаются какие-то сложные вложенные массивы и условия. Ну, например, нельзя сказать, чтобы там, если в товаре стоит галка это новинка или это хит, чтобы это выводилось с каким-то маркером. Но это, конечно, будет как-то нами дорабатываться, но пока этого нет. Про то, что пока нет форм, также упомянул. Ну, например, нельзя сделать форму подписки, хотя в планах такое стоит. Прекрасно. А что с динамическими URL и ЧПУ? Ну, в частности, потому что я рассказал, никак не понятно, как сделать детальную карточку. То есть откуда она возьмет параметр, как она поймет, что, мол, по такому-то URL надо открыть такое-то предложение в данном случае. Это все решается одновременно с следующим решением. К параметрам добавляется так называемое правило. Ну, то есть это такой псевдорегулярка. Почему мы здесь не разрешили писать чисто регуляркой всякие спецсимволы? Потому что это по правилам безопасности, так как до сих пор не упомянул. Но все это будет работать в том числе и в облаке. То есть мы хоть говорим о бусе, но если это все передавать через REST, это все продолжит работать. То есть всю эту динамику сохраняется в облаке и теоретически все это можно сделать в Bittrex 24. Так вот, мы здесь указываем, что по данному адресу, ну, в данном случае это маркер, любой символ и цифры, будет открываться страничка каталог. После такой магической строчки интерфейс, вот, кстати, здесь все вот это, это интерфейс настройки именно такого динамического блока, который появится просто после того, что вы добавите здесь subtype dynamic. Причем часть этих настроек вы можете зашить в манифесте, ну, например, не знаю, источник вы можете зашить в манифесте и что-то еще, что-то по умолчанию будет выводиться. То есть тут как бы и есть такая гибкость, но и редактор ничего сломать не сможет. То есть если вы боитесь, что он выведет какую-то не ту категорию, вы можете даже это зашить внутри. А после добавления, собственно, page rule добавляется вот выделенный красным блок настройки раздела. То есть редактор сможет сказать, что вот у меня по такому-то ЧПУ правилу будет выводиться, например, детальная карточка. То есть в чем суть? И связано вот это динамическое значение будет по, например, символьному коду. Причем, опять же, эту связку вы можете даже внутри прописать и не давать редактировать пользователю. В чем суть? Чтобы это ЧПУ и связь все одновременно заработало, достаточно, чтобы на странице появился такой блок, блок с такими настройками. То есть как только такой блок добавлен, то сайт при роутинге URL будет смотреть. Ага, обращаются по такому-то URL, на который у меня повешен этот блок. Причем блок не удален, блок активен. Отлично. Значит, я вызываю эту страницу, где лежит этот блок, и отдаю ее на выполнение. Блок, когда дело доходит уже до самой страницы и начинают выполняться последовательно все блоки, когда дело доходит до этого динамического блока, ему на вход прилетает определенное значение. И он уже понимает, что, мол, у меня есть это значение, например, каталог слэш, бла-бла-бла-слэш, и у меня есть, я знаю, с каким полем это бла-бла-бла связано. В данном случае это символьный код. Значит, мне нужно пойти в источник этой категории, в определенный инфоблок, в определенную категорию, найти там определенный элемент по символьному коду. Если я его найду, я его выведу по определенным правилам этого блока. То есть по манифесту, какие там карточки найду, все это выведу. Если это деталка, то просто выведу карточку, соответствующим образом распарсив структуру. Если я его не найду, то я буду считать, что ничего не выполнялось. Скажу всем блокам, которые выше вывелись. Не будем выводиться, все это сбросится, и клиенту покажется обычная 404-я страница. В случае компонента, если бы мы несколько слайдов назад отмотать, если бы мы пошли по тому пути, что внутрь блока вставляем компонент, то принцип тот же, просто уже внутреннюю логику разруливает сам компонент. То есть блок снимает с себя обязательства по контролю за данными, и это переходит все к компоненту. То есть если он, например, не нашел чего-то, то уже соответствующим образом сам выбирает, обрабатывает информацию, например, показывает 404-ю. Да, то, что доступно в облаке, я вам уже рассказал. То есть достаточно гибко вы можете такие, как сказать, такие кейсы как тиражировать, так и делать индивидуально для клиента. То есть если это разработка какого-то отдельного брендированного сайта для крупного масштабного гипермаркета, то этим может заниматься программист-новичок, либо даже вообще верстальщик. То есть, как вы видели, ни на одном кадре не пришлось не программировать ни одной строчки. В случае облака вы можете тиражировать, то есть как это будет выглядеть, например, в B3X24. Какие кейсы могут быть? Какие кейсы могут быть? А, уже вопрос? Я не понял, а как писал, что это? То есть я понял, как… Это же манифест карточки, который ты говоришь. Я там вывожу списочек. А, соответственно, в списочке я говорю, что вот этот элемент списочки связан вот с страницей по такому там некому адресу. Ну, естественно, связь нужна. То есть это указывает ли по разработчику? Связь понятно, да. А теперь я должен создать отдельную деталку, отдельную страницу, опубликовать ее. То есть на нее я положил блок тоже динамический. Подожди, подожди, подожди. Ты все путаешь. Смотри. Вот, я говорю, я не понял. Вернемся назад. Вот. Мы выводим вот этот элемент. Вот это список. Да, это страница списка. Да, кстати, я понял, что тебя запутал. Смотри, это страница списка. Мы говорим, что ссылка, ссылка, название товара, ты теперь работаешь по такому-то, ты выводишься по такому-то правилу. Понял? Хорошо. Он нарисовал бы для вот этого блока. Он здесь написал. Когда парсер начнет все это обрабатывать, не парсер, а движок, когда все начнет обрабатывать, он вот здесь, вот в этой ссылке, ссылке подставит как раз слэш-каталог. Он подставил слэш-каталог 123. Я такой, Вася, я нажал на слэш-каталог 23, должна открыться страница. Деталка. Деталка. Ее нужно создать для того, чтобы она открылась. Хорошо, а когда мы создаем страничку, мы ей даем конкретный адрес. Вот я публикую страничку, я говорю, где ты? Я говорю, ты на самом деле каталог, жопа с ручкой. Да, страница может как угодно быть названа. А, все, то есть я понял, окей. Профессоры меня валят. Ну конечно, ну про него еще непонятно. Я думаю, не только я. Есть нюансы. Я, конечно, туповат, но все равно. Есть нюансы, потому что, повторюсь, еще это как бы предстоит окончательно все это доработать и выкатить. Будут шероховатости, будут неточности, но это, можно сказать, прототип схемы, которая в данный момент только-только разрабатывается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok